Доброе пятничное утро! Знаешь, он заставил нас понервничать еще заранее, когда началась непонятная катавасия с пропуском или не пропуском на трибуны, да, в итоге матч состоялся просто при пустейших трибунах, но все равно наш специальный корреспондент Никита Кондратов был на трибунах и все видел собственными глазами и делился с нами кадрами, да, друзья, мы, конечно, проиграли, но это еще не финал, будет еще ответный матч и в целом, на самом деле, команда «Шериф» показала себя лучше, даже статистика говорит об этом. Ну, Саша сильно рано начал разбор матча, да, мы на самом деле просто хотим... Ну, я не знаю, как не начать его прямо сейчас. Да, мы просто хотим, во-первых, поприветствовать вас, сказать, что мы начинаем этот день вашей кампании, чему очень рады, естественно, сегодня будет много обсуждений вчерашнего матча «Шериф-партизан», «Лига конференции», «Европейский футбол». Все это сегодня такой сквозной просто темой будет через весь наш эфир, подробности позже, пока я предлагаю нам послушать музыку, слушать мы будем гимн футбольного клуба «Шериф». Конечно, наша любовь в команде не прекращается, мы поддерживаем ребят, уверены, что им было непросто, но впереди еще много и много побед, так что слушаем музыку, заряжаемся энергии на весь день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы так близки к победе на самом деле, с верой в сердца, с улыбкой на лицах, наш сильный состав врага не боится, слезы в глазах, нам есть чем гордиться, и вот мы на поле, встречай, столица. Вперед, шериф, все дела, но потом, у нас одна цель, мы идем на пролок. Вперед, шериф, в сердце мое, победа наш дом, киев-поле наш дом. Вперед, шериф, все дела, но потом, у нас одна цель, мы идем на пролок. Вперед, шериф, в сердце мое, победа наш дом, киев-поле наш дом. Каждый новый гол, совместная радость, вы даете нам силы, когда чувствуем слабость. Всподнятый вверх, голубой, держим желто-черный флаг, только вперед и не шагом назад. Громче страна, поднимай руки вверх, желто-черный в игре, в нас заряжен успех. У нас своя цель, у нас своя креда, где согласие, там победа. Вперед, шериф, все дела, но потом, у нас одна цель, мы идем на пролок. Вперед, шериф, в сердце мое, победа наш дом, киев-поле наш дом. Вперед, шериф, все дела, но потом, у нас одна цель, мы идем на пролок. Вперед, шире, в сердце моем. Победа наш долг и поле наш долг. Вперед, шире, в сердце моем. Не выказала, скажем так, гостеприимства. Назовем это да. Если мягко выражаясь, то да, не выказала гостеприимства. И матч прошел при пустых трибунах. Очень жаль, мне кажется, что нашей команде поддержки не хватало, потому что команда же на самом деле, правда, по футбольному играла лучше. Не хватало этого решающего удара, точного удара, скажем так, голевого. В остальном все было совершенно неплохо, но тем не менее, чего-то не хватало. Мне кажется, вот чего-то это болельщиков на трибунах. Чего-то это болельщиков, друзья. Но мы тут, так сказать, посмотрев статистику купленных билетов, пришли к выводу, что как раз из-за того, что билетов было не так уж и много, поэтому болельщиков и не пустили. В очередной раз мы следим за грустной статистикой того, что, к сожалению, не очень много билетов продается на такие матчи. Видимо, мы, разбалованные Реал Мадридом и Манчестером Юнайтедом, уже не хотим смотреть на не менее знаменитые европейские команды. Партизан, да, это представитель европейской хорошей футбольной школы, но мы на них смотреть не хотим. Ну вот, видимо, так и решили. Раз не так уж много Приднестровцев хочет приехать, да тогда вообще всех не пустим. Мысли материальные. Да, нет, давайте на самом деле менять наше такое мышление в этом отношении, культуру боления. Мы много об этом говорим. Правда, хочется поддерживать команду всей страной. Она нуждается в нашей поддержке. Поэтому, во-первых, первое, что хочется, чтобы у Ифа нам вернули футбол в Тирасполь. Это раз, да. Во-вторых. Чтобы там в Тирасполе был полный стадион. Мы будем рады абсолютно всем болельщикам и нашим, и приезжим, которые приедут даже болеть за другую команду. Мы приглашаем всех, кого не пустили, сербы, черногорцы. Друзья, мы всем рады на территории Приднестровья. Мы всегда за спортивные события и за то, чтобы мы болели за любимый вид спорта. Что бы это ни было. Да, но надо сказать, что все-таки эксклюзивная возможность посмотреть на матч была. Была она у корреспондента первого Приднестровского Никиты Кондратова. Никита был избран. Мы всем телевидением его провожали, носили на него охранные знаки, чтобы он приехал и все это посмотрел. Он, надо сказать, кричал, пытался заменить, так сказать, всю эту армию болельщиков. В общем, поддерживал как мог. Ну и нам, конечно, захотелось пообщаться с ним, его впечатление узнать. Потому что, правда, он один из немногих, кто мог увидеть матч своими глазами. Поэтому прямо сейчас ему слово. Ну а затем мы вернемся и опять-таки продолжим обсуждать вчерашний футбол. Ну что, один из самых странных матчей в истории Шерифа завершился. К сожалению, желто-черные проиграли 1-0. На мой скромный взгляд, не по игре. Шериф был лучше. Об этом даже говорит статистика. И владение мячом, и удары по воротам. Но партизан свои моменты реализовал. Шериф нет. Первый тайм попали в перекладину. На добивании не смогли все довести до логического завершения. Ну, имеем, что имеем. Но игра Шерифа оставляет надежду на Белград. Не все потеряно. С этим партизаном играть можно и даже нужно. Пустые трибуны. Да, это главный фактор этого матча. Он наложил свой опечаток. Сначала было не по себе. Вспомнились пандемийные годы. Но как-то потом разогрелись. И хочу отметить, конечно же, сербских, да, не болельщиков. Да, болельщики, а не болельщики. Сербские журналисты, администрация клуба партизана. Они, конечно, рьяно болели. И создавалось ощущение, что это не гостевая игра для партизана, а домашняя. И мне страшно представить, что будет в Белграде. Я разговаривал с ребятами из партизана, спрашиваю, что аншлаг будет. Они говорят, нет. Потому что в тот же день баскетбол в Белграде играет партизан в Евролиге. И туда народ пойдет больше, чем на футбол. И говорят, что скромно будет около 10 тысяч фанатов. Ну, поживем, увидим. Не будем забегать вперед. Перефразируя известное стихотворение, скажем так. Если я заболею, включу я первый «Приднестровский», а тут все объяснят. А тут нас вылечит Наталья Донс. Ну, знаешь, не вылечит, но посоветует, что сделаете, к какому специалисту обратиться. Да, все именно так. Приветствуем нашего доктора Наталью Донс. Доброе утро. Ну, а перед тем, как мы перейдем к разговору о здоровье, спросим, конечно, о футболе, потому что сегодняшнее утро, оно создано для того, чтобы обсуждать вчерашний матч. Посвящено из футбола. Да. Смотрели ли вы вчерашний матч? У меня вчера был семейный праздник, но, честно говоря, я всегда слежу за нашей любимой командой, всегда восхищаюсь игрой шерифа. Ну, тут, мне кажется... Ну, один раз мы Наталью простим, друзья, и послушаем ее. Они сейчас скажут, ладно, внесите нам следующего доктора, который смотрел футбол. Нет, все-таки один раз мы простим. Но главное, в любом случае, мы за команду болеем. Где бы мы ни были, да, как бы мы свой вечер ни проводили, в сердце мы все равно поддерживаем родную команду, это главное. Ну, а теперь к здоровью. Давай. Итак, нам поступают вопросы для нашего доктора, и напомним нашим телезрителям, что у нас рубрика «Вопрос доктора», она открыта, и можно и нам в директ нашего инстаграма. И вот знаем, что Наталья лично пишет, задает вопросы, ну, а мы затем их обсуждаем здесь в эфире. Итак, вот один из последних. Доктор постоянно чувствует тяжесть после еды и мучает отрыжка. Вот такие проблемы. Мы вдаемся во все подробности процесса. Нет, ну, все-таки вопрос, да, звучит именно так, и это на самом деле действительно проблемы. На приеме у доктора, знаешь, нет неудобных таких, скажем. Да, конечно, это все очень важно. Ну, вот тут дальше девушка пишет, уже перепробовала мотилиум под креатин, ничего не помогает, что посоветуете? Да, на самом деле, когда возникает тяжесть в животе после еды, это просто-напросто организм сигнализирует о том, что что-то не так с пищеварением. Проблема, конечно, связана с пониженной кислотностью желудочного сока. То есть, по сути, еда стоит, поэтому человек чувствует тяжесть после еды. У нас в норме желудок выделяет желудочный сок, который содержит концентрированную кислоту. И, как некоторые говорят, что желудок может переварить даже гвозди, да? То есть, вот это… Это если нормальная кислотность, да? Это если хорошая кислотность. По сути, для чего она нам необходима? Для того, чтобы переваривать белок. Белок – это самый основной продукт, который нужен нашему организму. И именно кислота переваривает белок. Мясо, белок, рыбы, яиц, творога. И расщепляет этот белок до аминокислот. Так вот, если эта белковая еда не расщепляется, она просто-напросто стоит, и она вызывает вот этот дискомфорт. Конечно же, что происходит с белковой едой в отсутствии кислоты? Она бродит, гниет. И, естественно, у человека возникает то вздутие, то отрыжка. То есть, возникают определенные беспокойства. На самом деле, по статистике, у нас около 70% людей страдают именно пониженной кислотностью. И даже те люди, которые мучаются постоянно изжогой, пекущим дискомфортом по ходу пищевода и думают, что у них повышенная кислотность, глушат себя препаратами, снижающими кислотность, на самом деле причиной у них тоже является пониженная кислотность желудочного сока. По каким причинам вообще она снижается? Ну, во-первых, люди генетически рождаются с пониженной кислотностью. То есть, бывает, если родители страдали, то и дети, соответственно, рождаются с такой проблемой. И как раз вот у тех людей, у кого не хватает кислоты, они становятся вынужденными вегетарианцами. То есть, если они не переваривают нормально белок, мясо, рыбы, ну, люди просто интуитивно отказываются от этих продуктов. Вот я, кстати, слышала, у нас даже в гостях, по-моему, был вегетарианец, мы обсуждали. И вот девушка говорила о том, что я съедала мясо, и я чувствовала тяжесть, и мне, в принципе, не хотелось, мне некомфортно от этой еды. Ну, да, есть отзыв, что когда они переходят в вегетарианство, они чувствуют себя намного лучше и легче, да? Намного лучше, да? Да, конечно. Они чувствуют себя более подвижными. Это, видимо, из-за того, что как раз белок-то не переваривался. Нужно решить вопрос о своей кислотности. Да, на самом деле. То есть, лишать себя строительного материала. Мясо, рыба, яйца являются строительным материалом для наших гормонов, для наших ферментов, для наших медиаторов радости, для наших иммунных клеток, для наших мышц. То есть, лишать себя строительного материала нельзя. Нужно, конечно же, решить проблему с кислотностью. То есть банально вылечить себя, повысить кислотность желудочного сока, и тогда, конечно же, люди будут прекрасно переваривать. Очень часто хроническая хеликобактерная инфекция. Если знаете, есть такая инфекция хеликобактер пилори, которая живет… Мы знаем просто… Я знаю. Которая живет… Мария знакома, я пока не сталкивался. Нет, ну не с самим хеликобактером слышишь. Не сталкивался с этой информацией. На самом деле, вы знаете, носителем этой инфекции являются практически 90% населения. Просто не все об этом знают. Мы пошли в кафе, мы пошли в гости к кому-то, попили с хозяйской чашки, допустим, или просто при более близком контакте заразились от человека. И на самом деле мы носим эту инфекцию, но не у всех она такая агрессивная. То есть не у всех она проявляется. Так вот у тех людей, у кого размножается эта инфекция, то есть такая повышенная степень обсеменения, эта инфекция, что она делает? Помимо того, что она вызывает воспаление, там, развитие эрозии, язв, она вокруг себя снижает кислотность. То есть она очень хитрая. Она выделяет ферменты, которые снижают кислотность, и в этой среде она может размножаться долго. Комфортно себя чувствовать. Да, и комфортно просто себя чувствовать. Поэтому зачастую, когда человеку вылечишь эту хеликобактерную инфекцию, проблем, конечно, с кислотностью уже не возникает. Очень часто стресс. Наш хронический стресс, он является причиной снижения кислотности. И я не говорю, допустим, там какая-то стрессовая ситуация, что-то произошло, да, какое-то событие трагическое. Нет, это наш хронический стресс, когда мы банально не высыпаемся с вами каждый день, да, или когда мы поздно ложимся. Когда у нас перетренированность, то есть мы, допустим, ходим на тренировки, ходим каждый день или через день, не отдыхая. Или когда у нас просто какая-то ответственная работа или много работы, и мы живем вот в этом состоянии хронического стресса, и, соответственно, снижается кислотность желудочного сока. Очень часто люди злоупотребляют препаратами, снижающими кислотность. У нас же раньше реклама прям говорила, что если вы пьете там кардиомагнил, а практически все пожилые люди раньше принимали препараты, разжижающие кровь, нам реклама прям говорила, что после 40 лет все должны использовать препараты, которые разжижают нашу кровь. Чтобы тромбов не было, да. Да, чтобы не было тромбов, на самом деле, конечно, кардиологическое сообщество уже доказало, что нельзя это делать с профилактической целью, потому что люди умирают от желудочно-кишечных кровотечений, используя кардиомагнил. То есть не дают возникнуть инфаркту, а уходят от совершенно другой проблемы. Ну, конечно, нельзя лечить того, чего нет, даже я понимаю. И когда прикрываются вот этими препаратами, снижающими кислотность, а прикрываются как? Пожизненно? То есть раньше людей учила реклама, что нужно, можно принимать эти препараты постоянно. И, к сожалению, люди, когда постоянно принимают эти препараты, снижают кислотность, нарушают переваривание, еда непереваренная поступает в кишечник, дает вздутие брожения, дает кишечные проблемы. Конечно, это сплошные мучения. И, кстати, очень часто пониженная кислота, знаете, как проявляется? Появлением пищевой аллергии. То есть никто никогда не свяжет. Допустим, ребеночек маленький родился, у него диатез, к примеру, да, или там мама вводит прикорм, мясо вводит, яичко вводит, и у ребенка появляется аллергическая реакция. Все сразу бегут к аллергологу, делают тесты, да, аллерготесты. А на самом деле какая проблема? Если, допустим, яйцо в желудке ребенка кислотой не расщепляется до аминокислот, организм просто воспринимает этот непереваренный белок как аллерген и начинает его просто-напросто атаковать. И возникает аллергическая реакция. То есть это не повод убрать эти продукты, жизненно важные для нашего организма, а все-таки повод обратиться к специалисту. Наташа, когда рассказывает в очередной раз, убеждаясь, что я сейчас даже этим ребенком себя чувствовал, который яйцо ест, и у него диатез. Не переварилась, да, что-то. Она начинает говорить, у меня там за кого-то, раз, так, мне кажется, что я даже принял эти таблетки из рекламы, хотя я даже не понимаю, о каких таблетках идет речь, но все равно, вот что означает, друзья, настоящий доктор. Он тут же, ощущение, что ты у него на приеме. Да, это правда. Главное информированность, ведь знание – это самый наш главный инструмент. Когда мы знаем, когда мы понимаем, мы можем просто-напросто не допустить многих ошибок. И еще на чем хочу остановиться, нехватка соли. Вот многие люди садятся на бессолевую диету. Да, сейчас-то очень модно, куча видео, где говорится о том, что соль вредна, задерживает жидкость в организме, да, и в общем, это лишнее. Ну, конечно, ограничивать избыточное употребление соли, безусловно, нужно для нашего здоровья. Но когда ты садишься полностью на бессолевую диету, наш желудочный сок, кислота состоит из соли. И, по большому счету, для повышения кислотности как раз и рекомендуют положить несколько щепоток, допустим, соли на корень языка для того, чтобы стимулировать выработку кислоты. Ничего себе! Поэтому, да, бессолевая диета, она тоже снижает кислотность желудочного сока. Ну, вот здесь в вопросе еще прозвучали мотилиум, подкреатин. Это часто. Еще есть такая история, если садятся, значит, за стол, и понятно, что будет, значит, много еды, и все сразу, давайте я лучше сразу выпью панкреатин, пусть оно, значит, там все это переваривается. Поможет немножко. Поможет, да. Тоже, насколько это правильно можно вообще делать? Хотя, насколько даже я знаю, панкреатин приучает подживудочную, да, не работать. Он дает дополнительный фермент и начинает зависимость попадать в человеке. Да, ну вот насколько эти средства действенны, и можно ли их, в принципе, использовать? Коротким курсом, конечно, можно использовать для того, чтобы мотилиум, что он делает? Он заводит работу желудка, то есть он не решает причину, он не повышает кислотность желудочного сока, да, чтобы желудок наш сам хорошо и правильно работал, а он просто-напросто насильно через головной мозг стимулирует работу нашего желудка. Панкреатин, ну да, в таблетках, конечно, малоэффективен, в гранулах он более эффективный, потому что смешивается сразу со всем желудочным содержимым. Иногда можно использовать при обострениях или, там, допустим, коротким курсом, чтобы помочь себе скорректировать пищеварение. Но на самом деле нужно понимать, что именно кислотность, она является активатором нашего пищеварения. Ведь те люди, которые часто цепляют какую-то кишечную инфекцию, допустим, поехали на море, все кушали там креветки или там какую-то еду, у всех все хорошо, а вот у одного какая-то кишечная инфекция. В чем проблема? У всех кислотность хорошая, даже, допустим, те бактерии, к примеру, или там какая-то кишечная палочка, если вдруг была, к примеру, да, в этих продуктах питания. Да, у нас желудочный сок, он, знаете, он как такой дезинфектор, он полностью все уничтожает. А вот у людей с пониженной кислотностью, они постоянно цепляют какую-то кишечную инфекцию, потому что у них нет вот этого барьера, который просто-напросто дезинфицирует. И почему важно все-таки узнать свою кислотность желудочного сока, почему все-таки важно работать с этим? Дело в том, что ту еду, которую мы едим, мясо, рыба, яйца, творог, она должна быть расщеплена до аминокислот. И именно аминокислоты являются вот этим строительным материалом полностью для всего нашего организма. А если нам этого строительного материала не хватает? Допустим, из аминокислот строится гормон щитовидной железы. Нет строительного материала, появляется сниженная функция щитовидной железы. Нет щитовидной железы, да, вот такая грустная история получается. Нет аминокислот, нет строительства иммунных клеток, которые будут просто банально нам помогать бороться с какой-то инфекцией. Нет мышц. Вот те люди, которые живут с отсутствием мышц, то есть низкая мышечная масса, то есть тоненькие мышцы, это как раз люди с пониженной кислотностью. То есть те, кто не усваивают белок. И с мясом мы что получаем самое главное, кроме белка? Железо. А железо – это переносчик кислорода, это то, как мы соображаем, то, как мы себя чувствуем, то, что позволяет нам бороться вообще с любой абсолютной инфекцией. Потому что жить в состоянии гипоксии, железодефицита, это всё равно, что удавку себе на шею затянуть. И вот это вот состояние, плохое самочувствие, оно, конечно, не даёт качество жизни. Поэтому кислотность желудочного сока – это основа не только нашего хорошего здорового пищеварения, но и основа, конечно, здоровья полностью всего организма. Ну, я так понимаю, что вот нашей подписчице нужно, в первую очередь, кислотность проверить, да, судя по всему? В первую очередь, обратиться к доктору, да, перестать употреблять препараты без причин, а всё-таки обратиться к доктору. Есть какой-то анализ, который прям может показать, вот кислотность, нормальная она или нет? Конечно, есть анализы. При проведении гастроскопии мы можем, допустим, померить кислотность. Если растворился, значит, нормально, если нет, ну, простите. Проблемки, да. Самый для меня, допустим, показательный анализ – это такая программа, на основании которой я увижу полностью всё пищеварение на лицо. Какая кислотность? Есть хороший желчный отток или нет? Выяснили, да, причину, сдали анализы, посмотрели, что есть проблема. Что делаем? Что может нам повысить кислотность? Как правильно делать? Вы как-то говорили, что можно лимончика чуть-чуть. Но я так понимаю, что это сильные проблемы. Не будем сейчас советовать какие-то прям медикаментозные препараты, потому что девушка в следующий раз напишет, слушайте, начала пить, стало хуже. Поэтому, ну, какие-то, может быть, универсальные средства есть. Ещё хотела добавить, как мы можем понять, что у человека низкая кислотность желудочного сока, кроме того, что есть проблемы с пищеварением, хронический дефицит железа. То есть даём анализы крови, принимаем препараты железа и никак не можем повысить уровень железа. Или низкий уровень белка. Опять-таки, это тоже косвенный признак, что не усваивается. Нужно искать причину неусвоения. И даже отёки хронические, непроходящие – это тоже безбелковые отёки. То есть это тоже такой повод прийти и проверить своё пищеварение. Каким образом можно скорректировать? Ну, сразу скажу, что до того, как подкислять своё желудочное содержимое, в первую очередь нужно вылечить желудок. Потому что если вдруг желудок воспалённый, а мы начнём туда лить кислоту, пользоваться какими-то продуктами, повышающими кислотность, то, естественно, человек это почувствует сразу обострением боли. Поэтому вначале снимаем воспаление в желудке, а потом уже активно, пожизненно, акцентируя внимание, используем продукты, которые будут подкислять. Конечно, можем начать с продуктов питания. То есть мы можем использовать и воду, допустим, тёплую с лимоном, как перед едой, так и после еды. Можем этот же лимон использовать, допустим, для заправки салатов. Или рыбу, да, мы привыкли поливать лимоном. Для чего? Для того, чтобы белок рыбы хорошо расщеплялся в нашем желудке. Можем делать себе отвар шиповника, клюквенный морс, то есть кислые ягоды использовать, которые очень хорошо повышают кислотность нашего желудочного сока. Квашеную капусту можем использовать, когда едим кусок мяса. Это вообще прекрасное средство, особенно если квашеная капуста с клюквой идёт, то очень хорошо корректирует пищеварение. Если очень хорошо помогает нефильтрованный яблочный уксус. Начинаем, конечно, с самых маленьких доз, то есть с половины чайной ложечки на стакан тёплой воды и используем только после того, как мы покушали. Это такое, как народная медицина. Это народные средства, это продукты питания, которыми мы можем себе помочь. Конечно же, если кислотность слишком низкая, и вот эти все продукты, которые мы используем, они не активизируют наше пищеварение, опять-таки мы можем просто по контрольным анализам посмотреть. В таком случае, конечно же, уже используются таблетированные препараты, но это уже, конечно, по назначению доктора. В общем-то, друзья, как только что-то чувствуете, обращайтесь к специалисту. Не занимайтесь самолечением, это самое-самое главное. И не усердствуйте с препаратами, которые имеют лёгкую лёгкость определённую, но на самом деле ненадолго, далеко, и потом вы, естественно, ещё и на них подсаживаетесь, что тоже добавляет вам проблем со здоровьем. Да, ну и в целом любой такой симптом, тяжесть, вздутие, какой-то дискомфорт, это всегда сигнал о том, что что-то не так, значит, нужно идти, сдавать анализы, консультироваться с доктором и лечить в первую очередь причину. Причину. В очередной раз напомнили о главном. Вот, также хочется ещё раз напомнить, что свои вопросы вы можете присылать и в Инстаграм «Утро», нижнее подчёркивание, ПМР. Лично Наталья всегда принимает вопросы, и мы потом здесь, в нашей студии, обсуждаем. У нас получается такая эфирная консультация с пользой для здоровья. Говорим о профилактике, ну и надеемся, будем все здоровы, благодаря, в том числе, конечно, нашему доктору Наталье Донсу. Спасибо большое. Так как у нас сегодня послефутбольное утро, мне кажется, и гороскопчик должен отражать вот этот наш настрой послематчевой. Александр Дич, я надеюсь, сегодня будет с футбольным. Моё второе имя. Александр Бондаренко, Сашка Дич, он же в некоторых кругах. И Сашка Дич, да, сегодня что-то звёзды говорят вот про футбол. Конечно, вот слушай, я нашёл, смотри, тут есть прям один человек, который очень верил в гороскопы. Это Раймон Доменек, это тренер сборной Франции, он был невероятно суеверен, говорят, и подбирал игроков в сборную Франции, и руководствовался не только физической и моральной подготовкой спортсменов, но и тем, под каким знаком зодиака родились его подопечные. То есть он и совмещал по совместимости, представляешь таким образом. И чего-то достиг? Я надеюсь, что да. Смотри, а если говорить в целом, вернуться к рубрике «Дич» и поговорить не про гороскоп, а про суеверия, которые были у знаменитых футболистов, например, капитан… Тут почему-то французы в основном, знаешь, я нашёл большую статью, но в футболе самые суеверные именно французы. Капитан сборной Франции Лоран Блан перед матчем всегда целовал вратаря Фабьена Бортеза. Помнишь, такой он звучит? Ну, он лысый был, да, поэтому, конечно… И самое главное, что после ухода Блана Бортез больше никому не разрешался целовать. Да. Да, вот такая лёгкая верность была, да. Да, трогательная история, ну хорошо. И мне ещё, знаешь, что понравилось, что тоже в год, когда Франция выиграла чемпионат, по-моему, это 98-й год, да, когда они чемпионат мира выиграли, они, оказывается, каждый раз в раздевалке слышали одну и ту же песню. Как ты думаешь, какую это? Марсельез? Нет, ну, конечно, по верности. Нет, «I will survive». Вот это, «I will survive». Каждый раз перед игрой они слушали эту песню и считали, что именно она приносит им удачу. Представляете? Ну, ничего себе. Ну, вот такая, да. Слушай, интересно, какую песню можно было бы подобрать вот для «Шерифа». Ну, я не знаю. Чтобы они слушали и побеждали всегда. Выбирай какую-то. Выбирай какую-то. Ну, я считаю, конечно, фанатский гимн Евгения Аврамова на первом месте, знаешь. Но можно и что-нибудь в стиле «I will survive», ну, например, «Simply is the best». «Simply is the best». Ну, чтобы пели нормальные люди аниме. Дина Тернер там, по-моему, она «I will survive» тоже пела, поэтому, в принципе, может быть, удачу и нам принесет. Может быть, да. Эта песня как раз была посвящена любимой команде «Шерифа». Просто она никогда об этом не говорила. Ну, она просто тогда не понимала еще. Для болельщиков «Шерифа», которые не посещают матчи, можно на этот же мотив написать песню «Купи билет скорей и поддержи друзей». Слушай, кстати, интересно, «Гороскоп» предсказывал, что тем все-таки, молодцам, кто купил билет, что им придется их вернуть. Ну, думаю, нет. Звезды настолько вот увидят в будущее. Это большая загадка. Если вы по «Гороскопу» узнали, что билет придется вернуть, то напишите нам. Мы обязательно с вами пообщаемся в студии. Предлагаю перейти все-таки к официальному «Гороскопу» и почитать. Итак, что у нас там сегодня? Овны, работоспособность сегодня будет очень низкой. Ну, слушайте, пятница, в конце концов. Вчера был такой матч, поэтому можно и расслабиться. Ошибки, возможно, даже в самых легких задачах. Поэтому, если есть возможность, проведите день расслабленно, вдали от суеты. Полезно заняться своим здоровьем, попробовать новую диету или начать тренировки. Или не попробовать диету и не начать тренировки, а просто отдохнуть. Ну, просто расслабиться и получить удовольствие. Тельцы для вас. Маша, ожидается интересный и насыщенный день. Тельцов ждут неожиданности. Причем они могут быть как радостными, так и неприятными. Ну, чуть ложка нёгтя. Ну, как говорится, бывает. Общение с близкими и родными будет позитивным. Добавит вам положительных эмоций, поднимет настроение. Хорошо. Это прекрасно. Близнецы. Работа в одиночестве поможет закончить важные дела, которые вы давно откладывали. Первая половина дня больше подходит для плодотворной работы. Так как после обеда близнецам захочется развеяться и весело провести время. Опять-таки, пятница, впереди выходные, поэтому самое время отдыхать. Да, тем более пятница сегодня это советует делать всем, а не только близнецам. Раки. Удачный и приятный день. Раки сегодня могут узнать много новой и полезной информации, устроить себе гастрономический праздник. Возможно, к вечеру придут гости, так что приготовьте что-нибудь необычное на ужин. Вот так. Львы. Вам захочется кардинальных перемен в жизни. Оставить все проблемы в прошлом и начать заново. Это может получиться, однако не все вещи стоит выбрасывать. Звезды сегодня на вашей стороне, и некоторые важные перемены действительно могут пойти вам на пользу. Ну, пусть так и случится. Очень хорошо тут. Некоторые важные, а могут и не пойти. Будьте аккуратны с переменами. Слушай, это стандартный звездный прогноз. Девы. Будет или нет. Проявите свои лучшие идеовые качества, будьте активны, и судьба пошлет вам много приятных сюрпризов и неожиданностей. Однако не стремитесь сделать все и сразу. Энергии сейчас у вас не так много. Найдите способ ее восполнить. Опять же, выходные, восполняйте энергию. Сегодня у весов откроются телепатические способности, и они смогут увидеть, как их поступки повлияют на дальнейшую жизнь. Возможно, очень важная встреча, которая изменит ход событий. Ищите подсказки, которые вам делает Вселенная. Скорпионы сейчас. И как раз возвращаясь к теме, с которой мы начинали с тобой, всяческие гороскопы для футболистов. Вот Раймонд Доминек, который очень любил, который подбирал футболистов под гороскопы. Во-первых, никогда бы не взял Скорпионов. И, видимо, поэтому они выиграли чемпионат Европы. Без Скорпионов. Без Скорпионов, да. Некоторым Скорпионам сейчас стало обидно. Команда без Скорпионов. Друзья, ну почему обидно? Скорпионы могут собрать свою команду и таким образом выиграть следующий чемпионат Европы. Хорошо. Сейчас вам лучше уменьшить свою деловую активность, Скорпионы, и занять выжидательную позицию. Наблюдайте за происходящим, делайте выводы и рассчитывайте дальнейшие шаги, исходя из учившегося. Вот так бывает. Хорошо. Стрельцы. Вас отличает решительность, целеустремленность и здоровый эгоизм. Качество, благодаря которому успеха можно добиться даже в неблагоприятных обстоятельствах. Стоит быть на стороже с новыми знакомыми. Они могут льстить, вводить вас в заблуждение в надежде получить ваше покровительство. Да. Вот так. Вот так. Будьте бдительны, в общем, сегодня. Козероги. Да. Благоприятный... А, тут даже очень, очень благоприятный день для решения сложных и важных вопросов. Встреча с людьми, от которых может зависеть ваше будущее, посещение семинаров и конференций, публичных выступлений, в любых обстоятельствах вам удастся хорошо выглядеть в глазах окружающих. Нетрудно будет получить их поддержку. Прекраснейший день у Скорпионов. Это хорошо. У Скорпионов вечер. Вечно. Вот поэтому он их и не брал. Не выходят из головы. О чем бы ни говорили, все равно Скорпионы в голове. Водолей. Вы так настойчивы, что спорить с вами вряд ли кто-либо решится. Всем здравомыслящим особым очевидно, что на пути у вас лучше не стоять. Так что целей своих вы достигнете почти, не прикладывая для этого усилий. Вот как. Рыбы. Поднять себе настроение нетрудно. Можно купить какую-то приятную мелочь, сходить в бассейн, отправиться в небольшую экскурсионную поездку. Важно внести нечто новое в привычную картину. Это не только порадует, но и вдохновит. Опять-таки, выходные впереди, поэтому добавляйте новых красок в свою жизнь. Ну что, мы будем двигаться дальше. Там у нас на очереди рецепт вкусненький от Екатерины Чекан. Выходные, время поэкспериментировать на кухне, а что приготовить, сейчас Катя ей расскажет. Всем привет! Сегодня буду угощать вас рецептом печеночного рулета. Несмотря на то, что к субпродуктам часто относятся пренебрежительно, в них немало витаминов. К примеру, в куриной печени витаминов хватит и для кровеносной, и для иммунной системы, а по содержанию белка она может смело конкурировать с диетическим мясом птицы. Вот что получается в конце, ну а то, что для этого нужно, сейчас расскажу. Куриную печень отварите и дайте остыть. Пока она охлаждается, займемся овощами. По обычаю, лучше всего с ней сочетаются лук и морковь. Натрите и нарежьте овощи, а затем пассируйте до готовности. Пока они остывают, на мясорубке измельчите печень. А следом лук и морковь. Посолите, поперчите. Добавьте щедрый кусочек масла и перемешайте, чтобы получилась пластичная масса. Ее выложите ровным слоем на доску, плотно застеленную пищевой пленкой. Хорошенько выровняйте. С начинкой возможного варианта можно смазать этот печеночный коржик сливочным сыром, но я люблю его умаслить. Тут у меня мягкое, почти теплое сливочное масло. В него позже я добавлю немного зелени, соль и покрою им корж. Теперь смело сворачивайте, да поплотнее. В идеале рулету нужно настояться хотя бы ночь в холодильнике, чтобы он стабилизировался. Но я продержу его в холоде всего лишь полчаса, чтобы побыстрее показать вам, что получилось. Отличная закуска или дополнение к завтраку готова. А здесь все, что так любит печень. Масло, овощи, зелень. ПП-вариант печеночного торта готов. Угощайтесь на здоровье. Большой европейский футбол вернулся к нам, и мы возвращаемся к обсуждению вчерашнего матча. Конечно, но и хочется эти эмоции разделить с преданным болельщиком футбольного клуба «Шериф». На связи с нами Сергей Мельник. Доброе вам утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Доброе послефутбольное, хотя оно, конечно, немножко с горечью, такое от поражения. С толикой грусти, конечно, но надежды мы сохраняем, в команду верим. Ну, вопрос, конечно, странный, но матч смотрели, Сергей? Да, смотрел, естественно, смотрел. Такое чувство первоначально было, в первую минуту, учитывая все-таки вот эти пустые трибуны, где-то была мысль, что играем какой-то очередной спарринг на турецких полях, знаете, в период межсезонья. Но потом как-то уже довольно-таки бодрое начало команды вернуло в реальность все-таки. И да, у нас есть конференции, хоть и не на первостном стадионе. Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Ну, опять же, команда довольно-таки бодро начала. Где-то даже уже понимал, что возвращаемся, может, к почерку той команды, которая играла в сезоне 17-18 в Лиге Европы, когда только чудом мы не заняли второе место, не пробились дальше при Роберто Бордини. Как-то была надежда, что весь матч сможем выстоять в этом ключе. Ну, не знаю, как-то вот разные первые и вторые таймы получились. Вроде бы и удаление сыграло нам на руку на 50-й минуте. И после этого как-то уже подумалось, что действительно в состоянии хотя бы сравнять счет. Может, там и второй забить. Ну, не знаю, для меня слегка непонятно было то, что после удаления, ну, не было видно той прыти, той, может, даже ярости, скажу, чтобы... Преимущество это не словили, да, вот это настроение, когда можно было дожать. Я думаю, что многие болельщики испытывали, да, примерно такие чувства, потому что вроде бы по матчу казалось, что мы хорошо идем, что мы выглядим как будто бы лучше, чем партизан, но как будто бы нам чего-то не хватает. Ну, вот мы с Сашей рассуждали, что, может быть, действительно не хватает болельщиков на трибунах, чтобы, ну, вот все это завершилось забитым мячом. Ну, это так, знаете, такие какие-то просто эмоциональные мысли, да, в связи с матчем. Ну, и плюс, да, как Сергей, наверное, вот правда вот эта удача как-то была не на нашей стороне, потому что, ну, правда, все говорило, что мы сильнее, да, но вот в итоге такой счет, да. Вот какой-то вот этот момент, вот этой вспышки какой-то нашей такой победы не произошло, к сожалению. Ну, еще не будем забывать, и опять же не все потеряно, конечно, это все-таки двухматчевый дуэль. Не будем забывать, что команда не хуже играет в гостях, чем дома. Да, на самом деле, да. И все-таки следующий четверг, ну, надежда есть, и надежда не маленькая, как бы 1-0, или там, глядевши, серия пенальти, возможно, там 2-0. Но опять же, естественно, во мне сейчас говорит болельщик. Где-то так, если трезво мыслить, то понятно становится, что те же фанаты партизана будут, наверное, в буквальном смысле кричать, орать за два матча, наверное. Они умеют это. Да, и будет, конечно, очень тяжело. Насколько я знаю, собирается группа болельщиков вести Располь на матче Пилграда, и хочется пожелать им тоже достойно поболеть, и как мы умеем, как они умеют. И, ну, верим, естественно, на то мы и болельщики, и фанаты, верим до последнего в команду. Конечно, ну вот еще все-таки отдельно хочется отметить этот запрет зрительский, да. Как вы отреагировали на эту новость? Потому что мне, конечно, кажется, что она и футболистов, и в целом команду, да, вот это настроение чуть-чуть сбило, потому что это впритык практически к матчу случилось. Это было неожиданно, и какие-то вот, ну, такие моменты, мне кажется, тоже эмоционально выбивают. Вот как вы отнеслись к этой ситуации? Ну, знаете, подловил себя на мысли, что обычно перед каждым матчем, так стараюсь уже за несколько дней до матча жить этим матчем, предстоящим матчем, любым, какого бы уровня он не был. Но после вот этого сообщения, что зрителей на трибуны не допустят, как-то, не знаю, было такое впечатление, по крайней мере, в моем понимании, что и новостные ленты как-то не так стали уделять внимания. И не было вот этого ажиотажа, вот этого даже нагнетания в хорошем смысле этого слова. И, к сожалению, вот приходится констатировать, что в 21 веке политика и спорт все-таки пересекаются. Они идут прямыми параллелями, такими как вот, да, в античности те же Олимпийские игры, как приостанавливались войны на период Олимпийских игр. Та романтика утрачена, ну, наверное, все-таки безвозвратно, к сожалению, не знаю. Хочется верить в лучшее, но все-таки без политики не обойтись. Мне понравилось выражение, тоже на днях услышал, что игра без зрителей, это сродни как актер в театре выходит, и тоже никого нету на зрительских местах. Ты это, не знаю, играешь сам для себя, или как-то, это не то, конечно. Где-то хочется сказать, что это два разных вида спорта. Ну, это не так, но так, близко, знаете, уже такой юмор. Знаете, Сергей, я как человек, да, связанный с театром, могу полностью подтвердить, потому что в любом случае это шоу, спортивное шоу, да, и спортсмены, да, ребята нашей команды, они чувствуют нашу поддержку и от нее заряжаются. И когда ты вот это, да, просто побежал и не понимаешь, там, поддерживают тебя как-то или нет. Нет, возможно, кстати, это и был секрет того, что ребята давили, но не чувствовали, да, какой-то вот ответной такой реакции от трибуны, и так случилось. Нет, это правда очень жаль, ну и вот эти вот многоэтажки, да, которые выходят на стадион Зимбру, там люди в окошках были, то есть вот наш корреспондент это снимал, то есть, да, какая-то возможность подглядеть, она была у людей, вот, которые очень этого хотели, да, и вот, к сожалению, вот только такой способ и был, да, то есть это вот, если ты забрался там на ту многоэтажку, ты мог что-то там посмотреть. Конечно, правда, очень жаль, что тут вмешалась политика в спорт, и мы не могли просто, условно говоря, поехать и поболеть за свою команду, воспользоваться этим правом болельщика. Это, конечно, очень и очень жаль, но ему тут уже тоже много рассуждали о том, как бы хотелось, чтобы футбол европейский вернулся все-таки в Тирасполь, и это уже, ну, была по-настоящему домашняя игра на своем родном стадионе. Мы, правда, соскучились по этим временам. Я думаю, вы тоже. Конечно, да. Ну и, опять же, вспоминается фраза вот такая по поводу политики. Шарль Деголь, один из лучших президентов Франции, сказал, что если вы любите политику и вкусную колбасу, то не спрашивайте меня, как готовится ни то, ни другое. Вот это такая многозначительная фраза. Все упирается, наверное, все-таки в это. И, опять же, к сожалению, да, с большим удовольствием посмотрел бы этот матч на нашем Тираспольском стадионе, и эмоции были совершенно другими, и какое-то чувство недосказанности все-таки есть за нас. Это точно. Ну вот уже начали вспоминать Шериф при Роберто Бордини, при его как бы первом, да, таком пришествии, скажем так, сейчас второе. Вот. Как вам команда вот сейчас смотрится? Понятно, что Шериф постоянно обновляется, да, и вот этот процесс сыгранности между игроками, не так много времени на это, да, но вот как вам команда показалась в целом под руководством Роберто Бордино. Вот после этих сборов, да, они, естественно, пытались как раз сыграться. Ну вот как вы оцениваете такие чисто футбольные, скажем, кондиции? Опять же, подловил себя на мысли, что если бы мне вопрос задали бы после первого тайма, несмотря на пропущенный гол, игра мне понравилась. Первый тайм очень понравился. Пусть там не было, может, каких-то выдающихся там фактических, может, таких изошлений. Ну, опять же, вот тот же удар в крестовину Шерифа. Те же, ну, довольно-таки бодрое начало в исполнении команды. Игроком матча в составе команды назвал бы, наверное, вот что удивительно. Мне было интересно, как поведут себя новички, которых, может, даже по фамилии еще наизусть всех не знаю. Но вот Табсоба, например, Буркиниец, очень понравился. Да, где-то, может, к концу матча, и он уже не выделялся, скажем, но очень даже, мне кажется, многообещающее начало. Ну, в который раз вот сработала вот эта примета «не забиваешь ты, забивают тебе», к сожалению. И по количеству ударов створ, и по количеству ударов поворотом. Мы превосходили на порядок сербскую команду. И, опять же, вот в начале матча чувствовался почерк Боргина. Ну, как-то, не знаю, почему-то не хватило команду на весь матч. Ну, возможно, из-за того, как в советское время было выражение весенний футбол. Может, из-за того, что команда еще полностью не вкатилась после сборов в качественный футбол, в эти официальные матчи. Ну, как бы, зная его первый заход от тренера, итальянского тренера, ну, верим в него. И, мне кажется, после Юрия Вернитуба как-то уже действительно появился тот тренер, который может создать крепкую команду по европейским меркам. И, по крайней мере, для турниров Лиги Европы, если не Лиги чемпионов, и тем более Лиги конференций. Да, будем, естественно, верить в нашу команду. Мне кажется, что матч все-таки второй будет непростой, да, опять же, сербская поддержка, опять же, выход, да, будут бороться до конца. Как вы думаете, Сергей, вот мы уже озвучили, что надеемся и на победу, и на, возможно, серию пенальти, если сравняем. Но все-таки, вот верим в победу нашей команды или как? Ну, верим, верим. Иначе я не был бы здесь, наверное, если бы я не верил бы. Но будет очень трудно. И скажу так, что команда все-таки второй сезон подряд нам преподносит выступление в Европейске, весне, скажем так, да, хоть и февраль на улице, но уже весенних раундов, скажем так, плей-офф. И это очень многое значит все-таки. Получается, до прошлого года таких успехов не было у нас. И это тоже надо ценить. Если все-таки даже не получится сыграть на результат, сыграть достойно, и во время уже получится. Сыграть достойно. Но вот на результат не получится, это вопрос, конечно. Конечно, как бы, ну, обиды будут, естественно, но надо вспоминать и об результате в общем, какой результат достигнут по итогам вот этого европейского сезона. А результат все-таки отличный, и как бы жизнь будет продолжаться. Но, естественно, верим в победу. Акцентирую внимание на это. Да. Это правда. Действительно, Шериф вот уже на протяжении какого сезона, да, сейчас подряд дает нам фантастическую возможность наблюдать за большим европейским футболом, да. И этот сезон мы начали его с Лиги Европы, сейчас это плей-офф Лиги Конференции. Это большое достижение, это супер на самом-то деле удачный сезон для нас. Но хочется, конечно, всегда больше. Больше, конечно. Да, поэтому ждем уже, получается, 23 февраля, будем болеть за нашу команду. Ну и надеемся, что у нее все получится. И уже в этом матче, да, как раз она сможет добрать то, что не получилось вот во вчерашнем. Поэтому, конечно, надеемся, вам огромное спасибо, что вы вот последние годы с нами на такой связи постоянной, да. И мы всегда с удовольствием обсуждаем с вами успехи, какие-то иногда поражения, иногда победы нашей команды. Этим и прекрасен футбол. Главное верить, любить, да, и все-все у нас получится. Спасибо вам большое, Сергей. Для меня тоже это было удовольствие. Спасибо за приглашение. Спасибо за просмотр! Стадионы любят славу, зажигай огонь глаза. Мы фанатская держава, дышим каждый миг за вас. Сердце бьется в унисон и поет весь стадион. Вся моя страна поет. Давай, шериф, иди вперед. Приднестрое прославляй, но про нас не забывай. Радуй всех своей игрой, любимый клуб, мы все с тобой. Мы гордимся. Мы гордимся каждым парнем, независимо от рас. Посмотрите, дети с нами, город с вами, все за вас. Сердце бьется в унисон и поет весь стадион. Вся моя страна поет. Давай, шериф, иди вперед. Приднестрое прославляй, но про нас не забывай. Радуй всех своей игрой, любимый клуб, мы все с тобой. Сердце бьется в унисон и поет весь стадион. Вся моя страна поет. Давай, шериф, иди вперед. Приднестрое прославляй, но про нас не забывай. Радуй всех своей игрой, любимый клуб, ты наш герой. Женя Аврамов нас еще раз зарядил по-футбольному. Зарядил на то, чтобы болеть за родную команду, несмотря ни на что. Да, вчера мы свой матч проиграли, проиграли 0-1, но у нас впереди ответная битва, матч в Белграде. Поэтому там у нас есть все шансы изменить ход событий и все-таки пройти дальше в Лиге конференции. Мы, конечно, в это верим, на это надеемся и желаем удачи нашей команды. Главное, правда, болеть, верить, и у нас все получится. Мы доказывали это не раз. Да, ну, друзья, как вы понимаете, печальное событие, но мы все равно продолжаем вместе с вами двигаться. Да, слушай, нормально, это футбол, это игра. Это была игра в любом случае, и шансы еще остаются. Но для того, чтобы узнать, как вам сегодня идти на работу, несмотря на то, что, да, немножко печально, посмотрим, какая погода все-таки за окном будет. Честно говоря, есть ощущение, что весна уже близко. Весна близко? Это уже наступающее лето, друзья. Ну, правда. Смотрите, ночью плюс 1, плюс 3, ну, практически морозно, но днем около, ну... Вы понимаете, что эту женщину не убедить. Здесь плюс, где она увидела практически морозно, я не знаю. Ну, слабенький такой, но ночью. Но днем 7-9 градусов, будет вполне себе приятненько. Такая же температура и в центре нашей республики. По меркам Санкт-Петербурга можно загорать уже, на самом деле, и купаться, друзья. Да, переезжаем на юг. Фу, смотрите, как хорошо. Тут вообще днем 11 градусов тепла, ночью плюс 2, плюс 3. И вчера был прекрасный погожий денечек. Можно свои дутики, в общем-то, прятать. Да, на самом деле, правда, весна уже совсем-совсем близко, и мне кажется, это хорошая новость. Это прекрасная новость. Да, все новости в любом случае прекрасны, но не забывайте, что эта погода коварна. Достаточно холодный ветер, влажный воздух, поэтому все-таки одевайтесь теплее. Да, берегите себя. Это очень важно, потому что многие болеют. Хочется, чтобы не было этого, да, чтобы мы все-таки все были счастливы, здоровы, ждали продолжения футбольной евростики. Европейской весны, ну и думали только-только о хорошем. Ну а с вами этот хороший день начинали. Александр Бондаренко и Мария Пантази. Всем желаем продуктивного дня. Пятница же, друзья, выходные уже не загорали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok